Здравствуйте! Диагностика кровли. То, что мы сделали на первом видео, мы продолжаем. Это вторая часть. Вот это вид сверху, то, что мы сейчас видим. Мы видим карнизный свес, настенный желоб и кровельные ограждения, которые установлены на стоячий фальц. Это хорошо, потому что меньше кровля подвержена пробиванию гвоздями. И сейчас мы будем опускаться вниз и посмотрим кое-какие моменты, которые мы не успели посмотреть в первый раз. Заодно здесь сразу можно отметить, что кровля сделана на одинарный фальц. Эта кровля, эта оцинкованная кровля, и судя по ее изношенности, то, что появляются здесь ржавые такие разводы и участки, это говорит о том, что этой кровли около 10 лет, не меньше. Здесь ранее делали ремонт кровли, вот убрали, растяжку старую, но не до конца оставили. И, соответственно, сама кровля имеет всякие дефекты. Когда демонтировали старые ограждения кровельные, то остались вот такие вот от старых ограждений отверстия. Сейчас они заделаны. Сама кровля сделана из листов метр на два, поэтому она гремит. Сделано слуховое окно. Кровля от дождя не протекает, а протекает только когда появляется снег. И кровельная протечка находится в районе вот этого лотка разделочного, и где находится водосточная труба. Это где-то метра два-три влево и вправо. Настенный желоб выполнен по технологии одинарного фальца. Здесь вот имеются ржавые пятна на кровле. Это говорит о том, что кровля не эксплуатировалась должным образом и не красится. Вот эти черные остатки битумной мастики, которые наносятся, они тоже служат недолго, где-то максимум полгода. И видно вот остатки ударов от лома вот в этих местах. Здесь, конечно, требуется ремонт. Остатки лома видны и на карнизном связи. Соответственно, это тоже нужно ремонтировать. Что касается дальнейших действий по этой кровле. Нам нужно себе четко определить, что для того, чтобы эту кровлю отремонтировать, здесь, так как она протекает только зимой, от дождя она не протекает. Соответственно, если кровля протекает на карнизном свесе и на стенном жёлобе зимой, это говорит о том, что здесь стоит снег и вода, повышается уровень воды в жёлобе. И все лежачие фальцы, они начинают протекать. Для того, чтобы они не протекали, делается подкладочный слой, так называемый, изначально. Но его изначально он не был сделан, поэтому здесь происходят зимние протечки. Какие есть варианты по ремонту? Во-первых, нужно заменить карнизный свес и на стенный жёлоб полностью, так как в местах, ну минимально в местах, где это происходит протечки. Но вообще по большому счёту...